Выпускники прошлых лет и студенты профобразования сдали ЕГЭ по русскому языку. Это второй экзамен досрочного периода. Тестирование прошло на базе школы номер 5. О своем намерении участвовать в едином госэкзамене по русскому языку заявили 28 человек. Перед экзаменом с ними пообщалась Ирина Нижалова. Выпускник прошлых лет Ефим Сидей сегодня сдает единый госэкзамен по русскому языку. Для него это не первый опыт прохождения тестирования. В 2011 году молодой человек поступил в Сыктывкарский медицинский колледж, где выучился на лаборанта. Но на достигнутом Ефим решил не останавливаться и выбрал для себя новое направление – адаптивную физическую культуру. Хочу попробовать поступить дальше в Хранецк на медицинского физрука, грубо говоря. Это человек, который восстанавливает людей после инсультов, работы с детьми, которые болеют ДЦП, допустим. Ну, хочу попробовать, не знаю, получится ли нет, но постараюсь все-таки. Для поступления в Медицинский университет Архангельска на отделение адаптивной физической культуры Ефиму предстоит сдать два ЕГЭ по русскому языку и биологии, а также вступительный экзамен по обществознанию. Молодой человек признается, хоть и готовился к тестированию, но все равно волнуется, как, впрочем, и остальные участники ЕГЭ, а их сегодня 28. Все они выпускники прошлых лет и студенты учреждений профобразования. Каждый из них находится под пристальным вниманием ответственных лиц. У нас есть организатор вне аудитории, который полностью осуществляет режим регистрации всех участников, проверку паспортных данных. Также у нас будут присутствовать работники управления Министерства внутренних дел и также представители Светогора. В аудиториях, а их сегодня три, будут работать организаторы. Для них накануне провели инструктаж. Руководитель пункта проведения экзамена напомнила об основных организационных моментах. Все должно быть четко и по плану, ошибки в работе недопустимы. После инструктажа организаторы отправляются в свои аудитории и готовятся ко встрече с участниками ЕГЭ. Обязательно. Это два организатора в аудитории, один из них ответственный, и наблюдатель. А наблюдатель – это сторонний человек? Да, наблюдатель – это постороннее, незаинтересованное лицо, которое проходит предварительно аккредитацию. Организаторы уверены – списать на экзамене не получится. Результаты сегодняшнего ЕГЭ выпускники узнают 10 апреля. Сам досрочный период продлится до 14 апреля. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».